Добрый день, уважаемые слушатели. Сейчас мы представляем вашему вниманию интерактивную лекцию на тему «Есть ли жизнь без поверхностного натяжения?». Поверхностное натяжение – это явление или величина, с которой встречались мы все в своей жизни, поскольку мы все видели, как вода собирается в капли, как водомерки бегают по поверхности воды, как листья и семена плавают по поверхности воды. Поверхностное натяжение позволяет ручкам в ручке перемещаться чернилом и писать нам по бумаге. Большое количество других явлений с использованием поверхностного натяжения мы каждый день видим в нашей жизни и используем в нашей жизни. Но наука немножко по-другому смотрит на те явления, которые мы встречаем в нашей жизни. И первым человеком, который обратил внимание на поверхностное натяжение с точки зрения науки, была женщина, немецкая женщина-химик в XIX веке. Звали ее Агнас Луиса Вильгельмина Покельс. И родилась она в Венеции. Потом ее семья переехала в Германию. И ее младший брат являлся студентом в университете Гюттенгена и занимался научной работой. Глядя на него, Агнас Покельс тоже хотелось заниматься наукой. И она получала литературу научную благодаря ее брату. Официально в то время девушки не могли заниматься наукой. И в общем, несмотря на знакомство с научной литературой, Агнас Покельс занималась домашним хозяйством. И смотрела на окружающий мир, на все занимательные явления. В общем, честно говоря, из кухни. Она мыла посуду и наблюдала, как меняется движение воды в тазике, в котором она это совершает. Ее заинтересовало это явление. И она начала изучать, как поведение воды зависит от тех веществ, которые попадают в воду. Изучать поверхность. Она превратила свою кухню в целую экспериментальную лабораторию. И сконструировала, в общем, достаточно незамысловатую конструкцию, которую впоследствии назвали корыто-покетс. Ключевым элементом в этом устройстве являлась пуговица, которую она помещала на поверхность жидкости. И измеряла силу отрыва, с которой пуговица отрывается от поверхности, в зависимости от того, что она туда добавляла. Делала она это с упорством, настойчивостью, немецкой аккуратностью, немецкой методичностью. Не забывайте, что она была немкой. И в итоге, проведя большое количество экспериментов, она получила большой массив экспериментальных данных. Набравшись смелости, для этого нужна была огромная смелость в XIX веке, она написала письмо британскому ученому Лорду Рилею. Получив письмо от молодой немецкой женщины, Лорд Рилею оценил важность полученных ее результатов и предложил ей опубликовать статью в научном журнале Nature, который в те времена уже являлся престижным журналом. Сопроводив статью Агнес Покес теми словами, которые приведены на этом слайде, что наручается за важность полученных данных этой молодой немецкой леди и просит представить на широкий суд то, что она получила. Статья Агнес Покес вышла в журнале в 1891 году со скромным названием, которое здесь приведено по-английски «Поверхностное натяжение». Как угодится в то время, научное сообщество не сразу приняло, оценило полученные результаты и дальнейшее изучение данного веления произошло только четверть века спустя, благодаря усилиям другого известного ученого Лангмюра. Агнес Покес, не имея возможности заниматься наукой в научных лабораториях мира, постепенно оставила свои занятия, а через 40 лет, через 40 лет пришло запоздалое признание. В 1931 году, через 40 лет спустя опубликование статьи, она получила награду коллоидного общества, а в следующем году технический университет Брауншвейка присудил ей степень доктора философии. По странному стечению обстоятельств, в том же году Лангмюр, который является великим ученым, но именно он получил Нобелевскую премию по химии за вклад, за открытие и исследование в области химии поверхностных явлений. В этой ситуации не стоит забывать, что Агнес Покес обратил внимание на то, что лежит на поверхности в буквальном смысле, и начала исследование. Таких примеров много в научном мире, когда явление мы наблюдаем какое-то, а объяснение просто используем, а объяснение не находим. И в этой ситуации важно то, что первым на это явление научный взгляд свой обратила женщина в 19 веке, когда это было им очень сложно. Перейдем к следующему слайду и посмотрим, что же такое поверхностное натяжение. На данном видео у нас представлена сферическая капля жидкости, находящаяся в невесомости, что, собственно говоря, у нас демонстрирует проявление сил поверхностного натяжения в отсутствие других сил, в отсутствие сил тяготения Земли. Это было видео, снятое из космоса. Поверхностное натяжение – это величина, которая у нас встречается на поверхности, разделяющей две фазы. С точки зрения агрегатного состояния у нас всего три основных агрегатных состояния, которые нам доступны легко, и мы их видим каждый день и можем их потрогать, пощупать. Это у нас жидкое состояние, газообразное и твердое. И таким образом, сочетая фазы разные попарно, мы можем получить разные границы раздела фаз. Мы можем получить границу раздела фаз газ-жидкость. Мы можем получить границу раздела фаз жидкость-жидкость. Мы можем получить границу раздела фаз газ-твердое. И мы можем получить границу раздела фаз жидкость-твердое. Различия, которые мы изучаем с самого детства в поведении этих агрегатных состояний, формируют различия в величине поверхностного натяжения. Когда поверхность формируется жидкой фазой, как на левой картинке, на границе газ-жидкость и жидкость-жидкость, то молекулы жидкости подвижны и формируют идеально геометрически гладкую поверхность и, что немаловажно, она и является энергетически однородной. То есть здесь мы переходим к понятию энергии и в каждой точке поверхности у нас одинаковая энергия у этой поверхности. Это важно для проявления сил поверхностного натяжения. Как бы ни была идеально гладкая ровная поверхность, формированная твердой фазой, она будет в любом случае геометрически неоднородной, просто наш человеческий глаз не увидит эту неоднородность. И она будет энергетически неоднородной. В каждой точке, даже если мы возьмем какой-то идеальный кристалл, все равно у него будут грани плоские и у него будут ребра. И там уже точно совершенно будет разная энергетическая неоднородность. И рассмотрим, что же происходит на поверхности, в отличие от объема тела. Значит, если у нас молекулы находятся в окружении себе подобных, в объеме тела, в объемной фазе, то со всех сторон они окружены себе подобными молекулами. И испытывают во все стороны межмолекулярное взаимодействие, межмолекулярное притяжение к другим молекулам. И таким образом поле сил, в которых они находятся, скомпенсировано. Молекула находится в своей родной среде и ей ничего никуда не надо. Но неизбежно фаза заканчивается и переходит границы раздела фаз, где поверхностный слой уже начинает поверхность контактировать с другой фазой. В случае жидкости самый простой пример – это воздух сверху находится. И тогда получается, что с одной стороны молекулы испытывают взаимодействие, молекулы жидкости, любой, испытывают взаимодействие с себе подобными, а в сторону воздуха или другой фазой не испытывают взаимодействие с газовой фазой вообще или испытывают взаимодействие с другими молекулами. Таким образом они находятся в каких-то неуютных условиях и стремятся с этой поверхности уйти. И таким образом, раз они сами это делают, в этой ситуации возникает совершение работы, которая протекает самопроизвольно. То есть это самопроизвольно должно происходить в любой фазе, в любой жидкости. В твердом теле это не так заметно, потому что молекулы более сильно закреплены и там молекулы менее подвижны. Значит, когда молекулы уходят с поверхности, совершается работа за счет того, что поверхность в итоге обладает некоторой потенциальной энергией, которая называется свободная поверхностная энергия. Эта свободная поверхностная энергия зависит от двух величин. От площади межфазной поверхности. Это обычная площадь. Ничего не изменилось. Обычная площадь поверхности, если мы нальем жидкость в стакан, мы увидим поверхность жидкости, она будет иметь свою площадь. И для того, чтобы получить ту поверхностную энергию, которая будет влиять на наши процессы, нам необходимо ввести величину, которая называется поверхностным натяжением. Обозначается она, выделена здесь на слайде красной, греческой маленькой буквы сигма. И тогда свободная поверхностная энергия, которая совершает у нас процессы различные, будет рассчитываться простым вот этим произведением поверхностного натяжения на площадь межфазной поверхности. И таким образом мы можем определить поверхностное натяжение как энергию, приходящуюся, то есть энергия, приходящаяся на единицу длины, на единицу площади поверхности, у которой мы рассматриваем эту энергию. Или поскольку некоторая сила утягивает молекулы с поверхности, то можно рассмотреть поверхностное натяжение как силу, которая уводит молекулу с поверхности. Но тогда эту силу надо отнести не к площади поверхности, а к границе, к периметру, который эта поверхность ограничивает. Таким образом молекулы будут всегда стремиться уходить с поверхности жидкости. В общем, поскольку все молекулы испытывают межмолекулярное взаимодействие и всем захочется перейти в объем, и у нас всегда присутствует межмолекулярное взаимодействие, то поверхностный слой будет для жидкости. И молекулы жидкости, они подвижны. Поверхностный слой будет обладать некоторой подвижностью. Одни молекулы будут уходить с поверхности внутрь, а другие молекулы будут занимать их место, но при этом опять стремиться уйти с поверхности внутрь. И тогда при заданном объеме, если мы жидкость наливаем в стакан, у нас есть какой-то объем жидкости. И тогда при заданном объеме у нас поверхность будет стремиться к минимальной площади, которая у нас должна возникнуть. При заданном объеме, о чем мы поговорим позже, минимальная поверхность тела – это сферическая поверхность. Следующий слайд, мы более подробно привели на нем рисунок действий межмолекулярных сил и обеднение поверхностного слоя на взаимодействие с молекулами такой же формы. И вот здесь на этом слайде более четко написано, что такое поверхностное натяжение и как энергия, как работа и как сила. И таким образом, значит, у нас поверхностное натяжение может быть измерено в джоулях на метр квадратный, в джоулях измеряется работа, а в метрах квадратных измеряется площадь. Или в ньютонах на метр. В ньютонах измеряется сила, это у нас последнее определение поверхностного натяжения, а в метрах определяется величина длины периметра, ограничивающая поверхность. И таким образом получается, что чем больше межмолекулярное взаимодействие, тем больше величина поверхностного натяжения. А поскольку все вещества разные, состоят из разных молекул, то у каждого вещества будет свое поверхностное натяжение. Самое простое изучать жидкости. И вот на следующем слайде у нас представлено, как природа жидкости будет влиять на величину поверхностного натяжения. Самая распространенная жидкость на Земле это вода, и это полярная жидкость, которая имеет достаточно полярные составляющие части своей молекулы, которые притягиваются друг к другу. Молекулы воды достаточно сильно притягиваются друг к другу, и у них получается сильное межмолекулярное взаимодействие. Поэтому поверхностное натяжение, вот здесь на границе вода-воздух, приведено на слайде. Это достаточно большая величина. 72 миллиджоуля на метр квадратный при комнатной температуре, при температуре 20 градусов Цельсия. Миллиджоуля, милли 10 минус 3, если кто не помнит или кто помнит, я напомню. Это маленькая величина, но для двигателя поверхностных явлений это существенное значение поверхностного натяжения. То есть для величин поверхностного натяжения поверхностное натяжение на границе вода-воздух считается большим, потому что остальные жидкости, известные нам, менее полярные, даже уксусная кислота, если кто-то из слушающих знает формулу CH3-COH, там есть полярная группа, тоже полярная жидкость, но она менее полярная, у нее поверхностное натяжение будет меньше. Другие известные жидкости, например, бензин, керосин, если выделить из них составляющие части, например, основной компонент бензина это октан, это совершенно не полярная жидкость, его поверхностное натяжение будет меньше 30, а меньше 30 это в два раза меньше, чем у воды. И соответственно все явления, которые вызывают в жидкости поверхностное натяжение у октана будут совершенно другими. Еще одна жидкость, чемпион по поверхностному натяжению, это жидкий металл ртуть. Поскольку металлическая связь гораздо прочнее и более сильная, чем любые другие межмолекулярные притяжения, то поверхностное натяжение ртути является просто огромной величиной. На слайде она проведена порядка 465 милиджоулей на метр квадратный, это конечно не в 10 раз больше, чем у воды, но это по сравнению с водой огромная величина. Если мы говорим о том, что у нас у воды высокое поверхностное натяжение, то ртуть обладает совершенно особыми свойствами и стоит немножко особняком, потому что в итоге она ни с кем не хочет взаимодействовать. И везде собирается в те самые сферические капли, если кто-то видел. Она на любой поверхности, маленькая капля ртути будет стремиться собраться в сферическую каплю и ни на кого смотреть не будет. И вторым простым фактором, влияющим на поверхностное натяжение является температура, потому что когда мы рассматриваем три агрегатных состояния, твердое, жидкое, газообразное, сейчас у нас промежуточное состояние между летом и зимой, называется осень, и мы видим переход воды, которая находится на улице из жидкого состояния в твердое. Все водоемы скоро замерзнут, появится лед, это у нас твердая вода. Снег был вчера или позавчера, может быть даже сегодня шел снег у кого-нибудь. А снег это тоже твердая вода. Значит при повышении температуры у нас происходит переход твердого в жидкое и при температуре выше 100 градусов для воды вода переходит в газообразное состояние. И мы по физике с детства учили, что самое сильное межмолекулярное взаимодействие в твердых телах, а самое слабое межмолекулярное взаимодействие у газов, оно практически отсутствует. Если мы берем чистую жидкость, не агноспокис, но большим количеством других ученых было проведено много экспериментов. И для чистых жидкостей показано, что в пределах от температуры плавления до температуры в общем кипения поверхностное натяжение уменьшается, потому что ослабляется межмолекулярное взаимодействие. И оно убывает, причем для всех жидкостей, вот как показано на этом графике, оно убывает линейно. Здесь написано не температура кипения, а температура критическая, поскольку у нас есть граница. Но самый простой вариант опять вода, воздух. Граница между водой и воздухом исчезает раньше, чем температура станет равной температуре кипения. То есть уже возникает такая газопаровая смесь, и граница между водой и воздухом перестает быть видна. Исчезает граница. И это немножко не температура кипения, поэтому ее принято обозначать температурой Т-критической. Следующим ученым, приложившим руку к поверхностному натяжению, был бельгийский ученый Жозеф Плато. В общем-то, он, наверное, свои какие-то выводы сделал раньше, чем Агнес Покельс, потому что если Агнес Покельс свою статью опубликовал в 1891 году, то Жозеф Плато наблюдал за сферическими каплями одной жидкости в другой жидкости гораздо раньше, в 1830 году. Есть небольшое различие между тем, что сделала Агнес Покельс. Она изучала растворы разные и смотрела, она уже измеряла поверхностное натяжение. Если мы вернемся немножко раньше к моим словам, что у нас поверхностное натяжение стремится собрать жидкость в сферическую каплю, но мы практически этого никогда не видим здесь на Земле. Почему? Потому что мы наливаем воду в стакан и видим, что никакая это не сфера, просто вода в стакане, принимает форму стакана. Ничего такого не происходит, нету сферы. Почему нету сферы? Потому что действуют другие силы. И в первую очередь действует сила тяжести, которая в больших объемах гораздо больше, чем сила поверхностного натяжения. Имеет гораздо большее значение влияние. И мы силу действия поверхностного натяжения не замечаем. Хорошо создать сферическую поверхность жидкости, находясь в условиях невесомости. Но в 19 веке условия невесомости нам были недоступны. То есть мы не могли находиться в космосе или еще где-то. Не было техники такой, чтобы полететь в космос. Что сделал Платон? Он создал раствор спирта и помещал туда капли масла. При одинаковых плотностях жидкости внутренней капель масла и жидкости наружной раствора спирта, можно было легко увидеть формирование сферических капель внутри внешней жидкости, внутри раствора спирта. Что, в общем, Жозеф Платон наблюдал. Его эксперименты пошли не в ту сторону, чтобы изучать и измерять его. Он, в принципе, не измерял. Его эксперименты увели его в изучение геометрических тел. И он получал, потом в итоге, заинтересовавшись этими явлениями, он изучал формирование капель, выдуваемых из трубочек маленьких, тоненьких. Изучал этот механизм. Он получал мыльные пленки, натягивал их на разные поверхности. Он формировал металлические проблочки и на них получал мыльные пленки. Изучал на них геометрию. В итоге все его опыты по поверхностному натяжению привели к тому, что он получил много данных для развития пространственной геометрии. Вот на этом слайде представлено несколько геометрических фигур. И вот в центре наверху и в центре внизу. У нас видно, мы про это тело еще поговорим. Если мы натягиваем мыльную пленку на два кольца, то получается такая не цилиндрическая фигура, а такая вот, потом назову их, чуть позже. Не похожая пока ни на что. Потому что справа внизу на слайде видно бублик, который называется тор. Еще одна поверхность слева внизу тоже формируется из центральной. Но это в общем варианты того, как Плато ставил свои задачи. То есть в принципе какие-то данные по поведению жидкостей или жидких пленок с учетом поверхностного натяжения он получил. И внес вклад таким образом в геометрию и может быть это в гидродинамику. Потому что он показал, вот я немножко отвлекусь, он показал, что струя жидкости, которая вытекает откуда-то там из крана тонкой струйкой, ей выгоднее принять. Он поставил задачу геометрическую о минимальной площади поверхности, которую занимает объем жидкости в одинаковых условиях. И если струя воды течет из крана, она самопроизвольно разбивается на маленькие шарики. Потому что у нее таким образом возникает меньшая площадь поверхности, чем она когда идет, вот когда струя идет, это цилиндрическая поверхность. И в общем он за этим всем наблюдал и скорее пошел в развитие геометрии. А мы перейдем к тому, что у нас следующий слайд показывает нам методы измерения поверхностного натяжения. Потому что после Агнес-Покерса, после опытов Жозефа Плато, научный мир, заинтересовавшись этим, начал активно изучать поверхностное натяжение, соответственно измерять его на границах разделов АС различных. Вспомним корыто-покерс, как она помещала пуговицу на поверхность жидкости и измеряла силу отрыва. Современные приборы выглядят примерно следующим образом. Жидкость помещается в кювет на столик и сверху на нее помещается кольцо, которое состоит просто из тонкого ободка. В принципе, пуговица имела большую площадь поверхности, а тонкое кольцо позволяет более точно измерять силу отрыва. Ну и, соответственно, непонятно, каким образом Агнес-Покерс измеряла силу отрыва, что она для этого использовала, об этом история умалчивает. А вот здесь на рисунке видно, это прибор, который мы отрываем кольцо и в момент отрыва у нас совершенно четко по шкале измерительной будет видна сила отрыва, которая пересчитывается в силу поверхностного натяжения. Немножко забегая вперед, поверхностное натяжение у нас начинает двигать жидкость капилляров. И чем тоньше капилляр, как на этой картинке, тем выше поднимается жидкость. Есть физические законы и законы коллоидной химии, которые взаимосвязывают капиллярное поднятие, высоту капиллярного поднятия и поверхностное натяжение. На картинке просто показано, что если у нас жидкость находится в широкой трубке, она находится на каком-то нулевом уровне. И чем тоньше капилляр слева направо, тем выше поднимается жидкость. Тоже является современным методом, достаточно простым для измерения величины поверхностного натяжения. Опыты Плато привели к тому, что есть метод измерения поверхностного натяжения, который называется страшным, плохо выговоренным словом, стал гомометрический. Плато изучал формирование капель, которые выходят из капилляра, капают из капилляра куда-то там. Просто жидкость вытекает из капилляра и формирует каплю. И, соответственно, он на все это смотрел. Он смотрел на геометрию формирующейся капли, которая сначала формирует шарик. И этот шарик на конце трубки удерживается силами поверхностного натяжения. И когда капля становится больше, то получается, что силы поверхностного натяжения ее уже не могут удержать. Капля вытягивается, она меняет форму сначала на сферическое, потом она меняет форму и вытягивается. И в конце концов отрывается, падает в сосуд. Геометрическими формулами и физическими формулами можно связать эти все величины. Для того, чтобы получать более точную величину поверхностного натяжения, измеряется масса капли. Но измеряется масса не одной капли, а как показано у нас в сосуде номер 6, внизу стоит много капель туда капает. Экспериментатор считает, сколько капель туда упало. И, соответственно, по массе жидкости, которая в конце концов находится в сосуде, можно определить массу одной капли. Но при этом важной величиной в расчетах является диаметр не капилляра, а диаметр шейки капли, который отрывается от самого капилляра в момент падения. Ну и, соответственно, вопрос. Капилляр маленький, меньше миллиметра. Как рассмотреть, какой там диаметр или радиус формируется в момент отрыва у этой капли? В общем, достаточно простыми методами. Люди думали, люди придумывали, он освещал каплю, и с каким-то увеличением капля проецировалась на экран. И по виду тени можно было тень обвести и, соответственно, рассчитать размер шейки капли. Таким образом, если кому-то интересно, это можно рассчитывать, это должно быть доступен прибор соответствующий, но можно измерять. Столгометрический метод, который простым прибором, просто там вот как стаканчик, и все переходит на современные приборы, которые показаны на следующем слайде. У нас вот с левой стороны прибор, который автоматически, мы помещаем жидкость в шприц, и прибор автоматически уже выдавливает капли супермаленького объема, который микролитры, даже не миллилитр, и не одна десятая литра, а одна тысячная миллилитра. И совмещено это все с компьютерным обеспечением, программным обеспечением. И компьютерная программа рассчитывает любые параметры для капли, и, соответственно, рассчитывает величину поверхностного натяжения. Выдавливая пузырек через капилляр, можно также получить величину поверхностного натяжения, называется метод максимального давления в пузырьке. Этот метод максимального давления в пузырьке основан на уравнении Лапласа, о котором у нас речь пойдет чуть позже. Таким образом, у нас на этих двух слайдах показано уже пять методов, основанных для измерения поверхностного натяжения, три из которых основаны на методах, опробованных в XIX веке двумя учеными Агнес Поккес и Жозефом Плато. Следующее наше приложение – это поверхностное натяжение и влияние его на мыльные пузыри и мыльные пленки. Вот на данном слайде у нас небольшое такое видео, как мыльные пузыри выдуваются из трубки, и он при этом может замерзать, жидкая оболочка становится твердой. Когда мы имеем маленькую каплю жидкости, возникает такое понятие – жидкости или пузырек газа. Возникает такое понятие, как кривизна поверхности. Вот у нас на этом слайде показано. Значит, у нас есть варианты. Мы все время говорили сейчас о каплях жидкости, которые находятся в воздухе или в другой жидкости. То есть у нас внутри капельки находится жидкость, а снаружи у нас находится воздух или другая жидкость. Также может быть сформирована некая газовая полость сферической формы, если она маленькая, а вокруг будет находиться жидкость. В этом случае возникает геометрически сферическая кривизна поверхности. И для того, чтобы обсуждать явления, которые возникают и к чему это приводит, тут надо ввести еще одну характеристику, немаловажную для колодной химии поверхностного натяжения. Что кривизна поверхности является положительной и отрицательной. На плоской поверхности, обычная плоскость, вернемся к стакану, в который мы налили жидкость, и там поверхность плоская. У нее кривизна поверхности равна нулю. Когда поверхность изгибается, то получается два варианта. Как на картинках слева вверху капли жидкости в воздухе или пузырек газа в жидкости. Или как вот здесь показано у нас уже на красивых картинках геометрической схемы. Значит, если у нас капля жидкости находится в воздухе, то это получается положительная кривизна поверхности. Внутри жидкость, снаружи более разреженная газовая фаза. Если у нас пузырек воздуха находится внутри, а снаружи жидкость, то у нас радиус образующегося шарика находится внутри газа, менее конденсированной фазы. И в таком случае говорят, что сформировалась отрицательная кривизна поверхности. И вот здесь вот у нас еще показана отрицательная кривизна поверхности. Это вот такой вот прогиб. Вот здесь вот по прогибу у нас возникает положительная кривизна. А вот этот вот прогиб, когда там жидкость, а вот здесь вот сверху газ, это отрицательная кривизна поверхности. И вот на этом слайде у нас наконец приведено дополнительное избыточное лапласовское давление, которое возникает всегда при формировании подоскривленной поверхности. Данное уравнение приведено для сферической поверхности, но форма поверхности может быть любая. Сейчас мы вернемся к опытам Плато и к тем геометрическим телам, которые он получил. Но если у нас положительная сферическая кривизна, то дополнительное давление лапласа будет рассчитываться как удвоенное поверхностное натяжение, деленное на радиус. А если отрицательная сферическая кривизна поверхности, то нам необходимо будет вставлять в уравнение расчета знак минус. То есть действие вот этого дополнительного избыточного давления лапласа будет прямо противоположно. На этом слайде еще раз представлен у нас мыльный пузырь и то, что может произойти в результате того, как у нас формируются пузыри. Значит, один пузырь, это тонкая пленка жидкости, внутри газ, снаружи газ. И это вещь, которая существует. Это еще одна штука с участием поверхностного натяжения, которая всем знакома. Все играли в детстве в мыльные пузыри. Может быть, кто-то сейчас играет. И формирование, когда вы используете моющее средство, у вас возникает формирование мыльной пены. Мыльная пена это большое количество пузырей, находящихся вместе, соединенных друг с другом. В общем, это обычное явление, но формирование вот этих вот мыльных пленок, оно напрямую связано с давлением лапласа внутри каждого пузыря, с наличием поверхностного натяжения, с прочностью пены, со всем остальным. И вот на правой картинке у нас представлена мыльная пена, то есть это газовые пузыречки, разделенные тонким слоем жидкости. Плато внес свой вклад в изучение мыльной пены, потому что он показал, что каждая составляющая пены, поскольку пузырьки складываются друг с другом, то их дополнительные внутренние давления должны друг друга уравновешивать. И таким образом шарики, которые отдельные пузыри, отдельные мыльные пленки, переформировываются в додекаэдры. И каждая составляющая вот этой пены это некоторый додекаэдр. Вот. И изучение мыльных пузырей не ограничилось формированием только мыльного пузыря сферической формы. Если мы возьмем мыльный пузырь и поместим его на два проволочных кольца, и будем эти кольца растягивать с целью поменять форму этого мыльного пузыря. В принципе, внутри там останется дополнительное давление Лапласа, поскольку существует искривленная поверхность. Но при этом геометрически тело поменяет форму. Тело поменяет свою форму и перейдет в некий цилиндр. При этом тут важно понимать, что цилиндр станет... Цилиндр это не сфера. И если мы вернемся к уравнению Лапласа на предыдущий слайд, то у нас вот здесь, поскольку геометрия поверхности поменяется, исчезнет двойка. Таким образом, когда сформируется пленка жидкости цилиндрическая, то у нее поверхностные шапочки будут иметь форму не половинки сферы, а части сферы. Это будет сегмент. Но при этом, что сделал дальше плато, это еще он сделал в 1830 году. Когда мы формируем эту пленку, у нас возникает кривизна поверхности, и она по всей поверхности имеет одинаковый знак внутри какой-то, отрицательный. Если аккуратненько, вспоминаем, что я сказала, значит у нас мыльная пленка, натянутая из шарика, мы сделали цилиндр с двумя шапочками. Если аккуратненько эти шапочки проколоть и удалить, то у нас останется цилиндрическая мыльная пленка, натянутая на два кольца. И тогда возвращаемся просто немножко на фигуры, которые получал плато. И тогда получается следующее, что для того, чтобы раз у нас исчезла замкнутость пространства, исчезло дополнительное давление лапласа. Фигура не замкнута, там внутри нет давления. Значит дополнительное давление лапласа равно нулю, а поверхность тонкая есть. И поверхность не сохраняет свою цилиндрическую форму, она начинает самопроизвольно искривляться. И тогда вот по этой поверхности сохраняется положительная кривизна, то есть там, где у нас проволочные кольца надеты, кривизна поверхности положительная. А там, где у нас как бы стенки должны быть цилиндры, они прогибаются внутрь. И если мы сейчас опять немножко вернемся к поверхностям, которые у нас были, то стенки прогибаются вот таким образом внутрь и формируется такая вот, ну как не знаю, рюмочка такая. Ну она не рюмочка, в общем это геометрическое тело, которое по своему сечению горизонтальному везде будет иметь окружность, просто разного радиуса. А вот эти вот стенки прогнутые, это цепная линия. И тогда вот это тело, которое сформировалось между двумя пленками, называется котиноид. Такое интересное тело, вращение, которое абсолютно симметрично во все стороны, и оно имеет нулевую кривизну поверхности. И в общем, собственно, Плато ушел, еще раз я вернусь к тому, что он ушел в изучение вот этих геометрических форм, изучил вот этот котиноид, показал, что у него кривизна поверхности и уравнения были им получены. И показал, что там кривизна поверхности нулевая. И дальше пошел развивать, опять я не буду возвращаться, там на том слайде с левой стороны было такое все изогнутое тело. Это, в общем, тоже результаты опыта Плато, который в итоге развивал геометрическое приложение поверхностного натяжения. А теперь мы перейдем к тому, что у нас в заголовке этого слайда написано, ну, пузыри понятны, и она тоже понятна. И тут вдруг возникает такое слово под названием антипузыри. И, в общем, поскольку у нас тут картинки приведены, что такое антипузырь? Если посмотреть на картинку, то становится сразу видно, что мы можем сформировать каплю жидкости внутри жидкости. И чтобы она была отделена от основной массы жидкости, может существовать между капелькой жидкости основной массой жидкости может существовать пленка газовая. И тогда это, получается, сформировался антипузырь. По сравнению с обычным пузырем у него все наоборот. Там, где у пузыря жидкость, у антипузыря жидкости нет. Там газ. Там, где у пузыря газ, там у антипузыря жидкость. Все получается наоборот. Как можно сформировать антипузыри? Здесь, в этой лекции, в этом своем, не знаю, докладе, мы не говорим о тех веществах, которые изучала Агнеспотис, которые влияют на величину поверхностного натяжения. Но добавление различных веществ для того, чтобы сформировалась мыльная пленка, самое простое, надо у нас к жидкости, к воде добавлять мыло. О том, что такое мыло, мы поговорим в следующий раз. И если мы возьмем мыльный раствор и будем капать на поверхность мыльного раствора маленькие капли жидкости, то в итоге мы можем получить самым простейшим образом, но для этого навык нужен, получить самым простейшим образом антипузыри. Мыло, находящееся и в капле, и в растворе, в который капает капля, будет совершать при падении капли на поверхность некоторое волшебное действие. Значит, когда капля подлетает сверху к поверхности, поверхность жидкости, когда она подлетает, будет изгибаться. И таким образом прогиб капля начинает двигаться в жидкость, а молекулы мыла начинают эту каплю от себя отталкивать. Молекулы мыла, находящиеся в капле, отталкиваются от молекул мыла, находящихся внутри жидкости в стакане. И получается, что они не смыкаются между собой. И когда капля под действием силы тяжести продолжает двигаться внутрь жидкости в стакане, эта жидкость из стакана ее огибает, 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 над ней смыкается. И поскольку происходило отталкивание и вовлекается всегда в движение тонкий слой окружающей среды, в данном случае воздух, и формируется таким образом антипузырь. И, в общем, эти антипузыри наблюдали тоже достаточно давно, уже почти 100 лет, как в 1932 году. Что можно сказать про антипузыри? Значит, если у нас пузырь, обычный пузырь, находится в воздухе, то он, в общем-то, потихоньку они как бы парят. Ну, мы их все наблюдали, выдувая мыльные пузыри, играя в игрушки. И они как бы парят и, в общем, не хотят падать вниз, но потихоньку вниз опускаются. Антипузырь, находясь в жидкости, содержит в своем составе вот эту тонкую пленочку газа, воздуха. И этот воздух начинает увлекать его вверх. То есть обычный пузырь стремится опуститься вниз, антипузырь будет стремиться подняться вверх. Чем больше размер антипузыря, тем медленнее он будет подниматься. Потому что вот эта вот пленка воздуха будет на единицу массы меньше, и она будет его медленнее поднимать. И что у них общего? Так же, как и для изготовления обычных пузырей и для изготовления антипузырей понадобится мыло. Долговечность жизни пузыря маленькая, еще меньшая долговечность жизни у антипузыря. То есть они, если их не стабилизировать и не каким-то образом не пытаться сделать так, чтобы они жили долго, они могут жить несколько секунд. Точно так же, как обычный пузырь, могут лопнуть за несколько секунд, ну или максимум минут. Значит, когда появился интерес экспериментальный к антипузырям, американец-любитель сконструировал целую лабораторию, которую оборудовал насосами, вентилями, электрическим полем, чтобы создавать пузыри, антипузыри и пытаться продлить им жизнь. Если нормальный антипузырь, который просто капает каплю мыльного раствора, ну максимум 5 миллиметров, то этот американец научился создавать антипузыри размером с диаметром 5 сантиметров. 5 сантиметров это много. Вот, а пузыри к антипузырям они маленькие. Еще один момент, что когда у нас есть пузырь, обычный пузырь, то пленка состоит из жидкости. Ну эта жидкость, как любая жидкость, подвижная, и под действием силы тяжести она, в общем, перемещается вниз. И тогда сверху пленка жидкости становится тоньше в пузыре, а снизу плотнее. Ну и по всей поверхности пузыря, вот теоретически, когда он сформировался, вся эта пленка должна быть одинаковой толщины. Вот, а если жидкость начинает стекать вниз, то у обычного пузыря, то пленка внизу утолщается, а вверху утоньшается. И меняется все время размер. Сейчас я попробую опять вернуться на этот слайд. И у нас возникает физическое на пузырях, то, что радует глаз всех, на пузырях возникает явление интерференции. Они начинают переливаться в верхней части. В верхней части, потому что там жидкость оттуда уходит, там пленка истоньшается, и начинает переливаться разными цветами, благодаря вот этому перемещению жидкости. Если мы говорим про антипузыри, то у нас газ поднимается наверх, и газовая пленка истоньшается не вверху, а внизу. И тогда тоже возникает явление интерференции, но в антипузыре возникает внизу вот эти вот все переливы. Что еще интересного можно сказать про антипузыри? Сейчас я сосредоточусь. Значит, мы сказали о том, что газовая пленка в антипузыре тянет пузырь наверх. Можно создать внутри пузыря, антипузыря, жидкость с большей плотностью, и сделать так, чтобы антипузырь зависал внутри жидкости. Или создать внутри антипузыря настолько плотную жидкость, что начнет он перевешивать и будет опускаться вниз точно так же, как простой пузырь. Это энтузиасты следуют, делают внутреннюю жидкость более плотной и смотрят, как антипузыри двигаются вниз. Вот, и если у нас обычные пузыри в большом количестве формируются в мыльную пену, то антипузыри могут формироваться в мыльную антипену. Но если мыльная пена, она доступна всем, то мыльная антипена, поскольку, в общем, знакома с антипузырями, их стали отмечать почти уже сто лет как, то к антипузырям их исследовать гораздо сложнее. Они менее живучи, чем пузыри. Достигнуты успехи в создании мыльной антипены. Максимально можно сделать 5-6 мыльных антипузырей. И таким образом это будет уже мыльная антипена. Но, как все, на службе у технического прогресса мыльную пену можно использовать. Ну, в первую очередь, мыльная пена используется для мытья посуды и всего остального. То мыльную антипену тоже уже, хотя еще не получили, но предлагают использовать. Поскольку поверхность в таких системах становится очень развитая и очень реакционная к всяким физическим и химическим процессам, то вот в мыльной пене у нас прослойки между пузырями это жидкость. А в мыльной антипене прослойки между антипузырями это газ. Через эти каналы в мыльной антипене можно пропускать газ и таким образом использовать мыльную антипену для очистки газов, для фильтрации газов. И если заменить в мыльной антипене газовую фазу на какую-то другую жидкость, на масляную, то это будет немножко другая система. Но в принципе это что-то похожее, аналогичное. И такую систему можно использовать для изготовления лекарств. В общем, на данном этапе ученые думают об этих проблемах. Хотя это сложная система, но в принципе кроме водных растворов можно использовать и в пузырях, и в антипузырях может быть использована другая жидкость. И тогда можно заменять, наверное, условия использования на что-то еще. Завершая разговор про пузыри мыли и антипузыри. Если пузырек лопается, то остается газовая фаза и капелька жидкости. То есть пузырек превращается в капельку жидкости. Если лопается антипузырь, то на месте него возникает газовый пузырек. То есть возвращаясь к тому, что антипузыри полная антианалогия, там где есть жидкость ее нет, там где не должно быть жидкости, она есть, и все получается наоборот. Движение вверх, движение вниз. Интерференция в одном случае наверху пузыря, в другом случае внизу пузыря. В общем, интересная разница. Интересное такое. Мы сейчас вернемся к концу слайда. И вот теперь мы можем немножко поговорить о роли поверхностного натяжения в природе. Поскольку у нас самая распространенная жидкость вода, и у нее достаточно высокое поверхностное натяжение, и все растения и животные живут в этой среде. Есть животные, маленькие животные, которые приспособились использовать силу поверхностного натяжения и удерживаться на поверхности воды. Это всем знакомо. Если вы хоть раз были на природе по водоему, это всем знакомые водомерки и водяные пауки, у которых строение лапок. И вес этого насекомого настолько мал, что поверхность жидкости, по которой он перемещается, удерживает этих животных силу поверхностного натяжения. Помимо животных, растения тоже используют силу поверхностного натяжения. И вот смешная картинка. Это прорастающая семечка, а с правой стороны семена, которые плавают по поверхности. Если растения самостоятельно используют поверхностное натяжение, таким образом просто семена могут распространяться на какие-то расстояния и таким образом расселяться. То есть где-то растение выкинуло семена, и благодаря водному потоку они не утонули, а куда-то там приплыли и проросли где-то еще. Если мы возьмем роль поверхностного натяжения и семена в технологии, то таким образом легкие семена будут всплывать и их будет держать поверхность жидкости, поверхностное натяжение, а более тяжелые семена тонут. Если мы берем таким образом семена одного и того же растения, то легкие семена это те, которые не содержат, которые вообще просто должны тонуть, а легкие всплывают, которые пустые, которые не вырастили внутри полезное содержимое для того, чтобы оно потом проросло. И таким образом, если вот так вот проводить обработку и мы хотим что-то посадить, легкие семена всплывшие, значит мы их можем смело выкидывать, из них растение не вырастет. Поверхностное натяжение, как было сказано на слайде, там где мы поверхностное натяжение измеряли, приводит к возникновению капиллярных явлений. И капиллярные явления, помимо использования для измерения поверхностного натяжения, используют растения для поднятия жидкости из земли, из почвы к листьям, кронам деревьев. То есть любое растение, маленькое, маленькое как внизу, пророщенное растение добывает себе влагу и росток прорастает, и листочки на небольшом расстоянии от семени, от семечки получают эту влагу, так и большие деревья. Благодаря капиллярам, благодаря поверхностному натяжению, благодаря возникающему давлению лапласа, у нас жидкость поднимается по дереву, по кусту, по любому растению наверх и питает не только корни, но и листья, ветки, водой и всеми питательными веществами. Ну и в общем, практически у нас последний слайд, роль поверхностного натяжения в науке и технике. Поскольку мы сейчас много говорили про мыло и мыльное действие, мыло это поверхностно-активное вещество. В науке поверхностно-активные вещества имеют сокращение ПАВ. И как вы поняли, поскольку мыло имеет моющее действие и мыльная пена в первую очередь вам встречается на кухне, когда вы моете посуду или в ванной, когда вы моете руки и все остальное, то все наши моющие средства и мыло, и шампуни, и гели для душа, и стиральные порошки, это у нас получается поверхностно-активные вещества, которые влияют на поверхностное натяжение. И которые, вот тут нарисованы картинки, я думаю, что мы в следующий раз продолжим. Такие двоякие молекулы, состоящие из полярной группы и хвоста, которые меняют за счет этого любое поверхностное натяжение любой жидкости, независимо от того, вода это или не вода, и начинают мыть все, что нам необходимо. Хотите руки, хотите посуду, все равно. Также поверхностное натяжение используется не только на кухне, поверхностно-активные вещества. Поверхностно-активные вещества добавляются в скважины для улучшения добычи нефти и других жидких ископаемых. Наши поверхностно-активные вещества используются в смазочных материалах. Ну и поскольку вы поняли, что у нас поверхностно-активные вещества и поверхностное натяжение – это формирование пены, когда вы играете в мульные пузыри, то пена – это здорово. А когда у нас идет технологический процесс, то пенообразование, в том числе при формировании того же сахарного сиропа, пенообразование является лишним мешающим фактором, который надо удалять. И таким образом мы должны влиять на поверхностное натяжение, либо его увеличивать, добавляя какие-то вещества, либо его уменьшать, добавляя поверхностно-активные вещества. Температуру обычно не регулируют. И в общем поверхностное натяжение имеет проявление в нашей жизни везде и всюду, и в природе, и в быту, и в тех материалах, которые мы используем. И мы должны им управлять, когда мы его используем. Ну или восхищаться природой, так же как восхищался Жозеф Платок, который начал свои опыты с того, что он применил вовремя правила умения удивляться. То есть нас и природа должна удивлять, и должны мы уметь все это использовать. Помимо поверхностно-активных веществ, которые снижают поверхностное натяжение, есть еще вещества, которые повышают поверхностное натяжение. Это обычные растворы солей и любое море, которое содержит соли, начиная с хлорида натрия, с обычной поваренной соли. Соли повышают поверхностное натяжение воды, и соответственно в морях поверхностное натяжение воды выше, чем в пресных водоемах. И оно нам помогает в том числе, там два фактора играют роль, и большую плотность, и большее поверхностное натяжение. В соленой воде, в море, в любом плавать легче. Ну вот у нас последний такой слайд показывает, как человек может лежать на поверхности воды в мертвом море, и поверхностное натяжение, большее чем у чистой воды, помогает ему в этом ничего не делать и не погружаться на дно. Ну на этом слайде у нас такие прекрасные выводы, что в нашей жизни и в коллоидной химии поверхностное натяжение играет ключевую роль. И мы приглашаем вас в следующую субботу на продолжение этой темы. Лекция следующая называется «Три кита коллоидной химии. Адгезия, смачивание и растекание». Эти все три явления возникающие тоже в нашей жизни каждый день практически, и нами используемы постоянно. И подробнее мы там расскажем еще про поверхностно-активные вещества и то, как они влияют на эти все процессы и явления. Все, спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.